В продолжении есть такое явление, что мы просто забываем, что мы должны сделать, пока это не приходит снова. Что это за явление, что духовные действия? Я все время забываю, относительно материальных дел, которые я никогда не забываю. Это похоже на перемену ступеней. Это обязательно должно происходить. Должно быть как сон. На самом деле мы все время находимся в таких перерывах, только мы не осознаем этого. Все время. Это как в фильме, когда ты видишь, как это называется? Кадры. И тебе кажется, что все это движется, как что-то непрекращающееся. И то же самое у нас. И в компьютере, в любом месте все работает в соответствии с этими пульсами. Я стараюсь найти какую-то помощь, какое-то средство, потому что настроить гитару я никогда не забываю. Но когда вы говорите мне, почему не попросил, я вспоминаю, что это я забыл. Как это настроить так же, как я настраиваю гитару? Потому что половина действия, которое ты хочешь выполнить, находится наверху. И это скрыто от тебя. Почему ты не просил? От кого просить? Кого? Даже что просить? Если бы было у тебя точное знание, что просить, ты бы это ставил в зависимости от кого-то, кто не находится здесь. Потому что само действие противоестественное связывало тебя с тем, что находится выше природы. И так, поскольку еще нет этого ощущения, поэтому происходит забывание. Это приходит с помощью воздействия света, возвращающего к источнику. Постепенно, постепенно ты начинаешь видеть, что картина все более формируется, и ты не оставляешь ее. И она в постепенном виде приходит так, что она не мешает тебе обычной жизни, когда вдруг духовная приближается все более и более к материальному. И ты на самом деле находишься повсюду, во всем. Когда ты делаешь, все говоришь, и вместе с тем ты чувствуешь, что ты находишься в том же месте. В твоем желании получать все и происходит. В твоем желании получать все и워요. В твоем желании получайся минут.